Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и, продолжая разговор о книге «Исходы», мы обратимся сейчас к шестой главе. Шестая глава совершенно не отделяется от предыдущей пятой. Здесь буквально на полях поставлена цифра, условно означающая границу одной и другой глав. На самом деле это единый рассказ. Пятая глава повествует нам в частности о том, что когда фараон отказывается признать власть Бога над собой, он взваливает на израильтян еще больше тяжелой работы, говоря, что они праздны, пусть теперь делают еще больше, осложняя условия их деятельности. И вот среди израильтян возникает некий ропот, с которым они приходят к Аарону и Моисею, говоря, что вот теперь из-за вас наша жизнь стала хуже. Наша жизнь стала хуже. Как мы без вашего Бога жили? Может, и не очень хорошо, но спокойно, лучше, чем сейчас. А пришли вы со своим Богом, обещали нам молочные реки, кисельные берега, а стало вот как ужасно. И что теперь? Вот, собственно, это такая фундаментальная тема 5-6 глав, в частности, книги Исхода в целом и многих других библейских повествований. Прямо парадигма, схема такая в взаимоотношениях людей и Бога. По крайней мере, так библейские авторы хотят, чтобы мы это увидели. Но что вообще с этим делать и какой пример предлагает нам Моисей? Что Моисей делает в этой ситуации, когда ему предъявляют претензии? И обратился Моисей к Господу, это последние стихи, еще 5-й главы, «Господи, для чего ты подверг такому бедствию?» И теперь уже Моисей напрямую Богу передает претензию, говоря, «ты не избавил народа твоего». Вот, «ты не избавил». И Господь отвечает Моисею, «теперь ты увидишь, что я делаю с фараоном. Подействуя руки крепкой, он отпустит их из земли своей». Значит, Бог говорит, что да, действительно стало хуже, но подожди, теперь ты увидишь, что будет с фараоном. Теперь ты увидишь, каким будет мое избавление. И дальше Господь продолжает говорить Моисею и дает объяснение того, почему он поступает так, как поступает, почему он спасает народ израильский, в котором возникает одно очень важное понятие, это понятие «завет» или «договор». Бог говорит Моисею, «вот я Господь, имеется в виду священное имя Божие, я являлся Аврааму Исааку Иакову с именем Бог Всемогущий, а с тем именем, которое Бог открыл Моисею, при Неополимой Купине в третьей главе, «я есть тот, кто я есть» или «я – это я», вот с этим именем сущий не открывался народу Божьему, но тем не менее, вот под этим именем Бог Всемогущий, предком Аврааму Исааку Иакову, я обещал дать в наследие землю, в которой они в тот момент находились. Это, как мы уже с вами вначале говорили, часть конституирующего нарратива, которая создает связь между Богом, землей, народом Израилевым в виде предков и современников, которые читают или записывают эти повествования. Стало быть, существует некоторое обещание Бога, завет. Здесь, видите, Бог открывается им с некоторым, так сказать, предварительным именем «я – Бог Всемогущий», и заключает с ними договор. По большому счету условия этого договора обсуждаются в книге «Бытия». Но не исключено, что книга «Бытия» могла быть записана и позже исхода, и, может быть, вне прямой связи. Так или иначе, вот здесь предполагается, что этот завет как-то расплывается, становится призрачным, потому что вот во времена Авраама, Исаака и Акова был этот завет, а теперь Богу нужно его вспоминать. Ну, несколько, конечно, выглядит, чрезвычайно выглядит очень странно и удивительно. Ну, как это так? Что, значит, Бог забыл, да, припомнил? Ой, да, я же заключил с ними договор. Ну, друзья, ну, это выглядит нелепо. Да, очевидно для любого читателя, что что-то здесь не так, что-то литературное. Скорее, можно наоборот сказать, это израильтяне, потомки Авраама, призваны вспомнить, что у них был завет с этим Богом. И да, хорошо, ладно, он обещал нам эту землю, а что мы ему обещали? Понимаете, вот здесь в этом разговоре о завете Авраама и его потомков с Богом говорится про обетование земли. И в это время, естественно, у евреев, в Египте никакой земли своей нету вообще. И при том, что любой договор предполагает условия с двух сторон, что обещает одна сторона, что обещает другая сторона. Ну, там, в книге Бытия, соответственно, обещание Авраама, как мы знаем, «Ходи передо мной и будь непорочен», говорит ему Бог, «И я дам тебе землю потомкам твоим в наследии». Здесь упоминается только о том, что Бог обещал, а что обещали люди, как повисает в воздухе. Непонятно, а почему, собственно, кто эти люди, которые являются потомками Авраама, которые должны получить это наследие, о котором Бог вспомнил и вспомнил завет свой, и что, собственно, их определяет, что они должны делать. Либо нужен признак, категория какая-то, которая позволит сказать, что вот эти люди наследуют обетование, либо поступок, действия со стороны этих людей, которые, опять же, продемонстрировали, что вот эти люди наследуют обетование. Они призваны нечто совершить. И в дальнейшем, когда вспоминают эту историю, когда читают эти рассказы иудеи, для них в первую очередь это вопрос, вызывают вопрос о том, что значит быть участником этого завета, и в каких действиях это реализуется и воплощается. Это могут быть, ну, ко времени Господа Иисуса Христа преимущественно, конечно, заповедь о субботе стал таким действием. Но далеко не только и жертвоприношения, и еще какие-то вещи. На самом деле Бог-то все время говорит, что таким знаком, действием, знаменующим принадлежность к наследию завета, к обетованию, должно быть исполнение нравственных заповедей закона. Но это слишком сложно, поэт. Все хотят религии вместо нравственности. Да, и так, здесь вот Господь говорит Моисею, «Я вспомнил завет мой, и поэтому выведу вас из подыгий египтян, спасу вас мышцы простертые. Я вспомнил завет мой, и поэтому выведу вас. Я приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь». Вот происходит адаптация или усыновление. Народ, вот те люди, которые согласятся пойти за Моисеем, их Бог примет себе в народ. Это создает единое целое из этих самых людей. На самом деле, знаете ли, исследователи-то полагают, что весьма вероятно за Моисеем вышли весьма разрозненные этнические группы, разные семитские племена, которые вовсе не обязательно были впрямь все потомками Авраама и говорили там на одном языке, и были кланами единого племени. Вполне может быть, что эти египетские рабы были довольно разношерстной компанией, в которой, вероятно, предполагал, преобладал семитский элемент, языковой, культурный. Но наряду с ними были еще все, кому не лень, все, кто там случайно в этом египетском рабстве оказались. Что ж возможно? И мы здесь видим в шестой главе, что Бог делает из них единый народ, и там нет условия, что они должны быть потомками Авраама, Исаака и Якова. Бог говорит, я выведу вас, спасу вас, адаптирую, приму, усыновлю, приму вас себе в народ и буду вам Богом. И тогда вы узнаете, что я Господь. Ну, во-первых, у всех окрестных народов отношения между племенем и племенным башком, ну, как бы они неизвестно, откуда взялись, а здесь вот предлагается видеть их как результат некоего договора. И здесь Бог говорит о том, что те, кто совершат некоторый поступок, пойдут, выйдут из земли египетской за Моисеем, те станут этим народом Божьим, будут приняты. И поэтому в конечном итоге все вот эти вот разнообразные племена, символом которых на самом деле являются 12 колен Израилевых, вот эти 12 колен Израилевых объединяются общим заветом с одним Богом, общим заветом с одним общим Богом. Вот это важная очень вещь, потому что дальше в других библейских текстах мы обнаружим следствие из этого, где говорится о том, что только завет и делает вообще существование народа Божьего и осмысленным, и оправданным. И вот Моисей пересказывает это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Стало быть, Моисей пересказал обещание спасения, которое говорит Бог, но по малодушию, потому что очень были замучены работы, они не поверили. Буквально раз за разом, вот так вот, вместо того, чтобы дать ответ правильный, люди дают ответы на Божьи призывы неправильные, и Бог все равно спасает и выводит их по этому обещанию Аврааму Исааку Якову. Тоже это чрезвычайно важно для последующих событий, для всей истории Священной Ветхого Завета, что люди по малодушию и тяжести работ не слушают, не слушают, но Бог не отрекается от завета, который Он заключил. И Господь снова поручает Моисею пойти к фараону, Моисей говорит Богу на это, ну что вот я пойду, вот сыны Израилева не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен. И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление. И дальше в заключении этой главы наблюдается некоторая вставка родословия. В основном это список сынов Левия, список частичный, неполный список израильских колен и родословия сынов Левия среди этих потомков. Левия оказываются Аарон и Моисей. Это вставка, которая, собственно, имеет отношение к так называемому левицкому священству, потомкам Аарона, которые стали племенем священников в народе божьем. И вставлено сюда, в эту главу, в общем, в каком-то смысле по случайности, просто чтобы было. Подробности такого рода мы наведем в других книгах пятикнижия, в очень большом количестве. Здесь же, ну вот, некоторая вставка показалась уместной. Хотя к повествованию первой главы, простите, первой половины главы и к повествованию следующей седьмой главы она, конечно, прямого отношения не имеет. Продолжение следует...